Народ, всем большущий привет! Сегодня хочу вам показать несколько полезных лайфхаков с применением средств, которые наверняка есть в каждом доме. Такие как марганцовка, антифриз, глицерин, полисорб, аспирин и так далее. Итак, ближе к делу. Как же развести огонь без спичек или зажигалки? Этот способ пригодится тем, у кого сломалась машина на трассе в мороз. При помощи автомобиля есть, конечно, куча способов разжечь огонь, и это один из них. Также этим способом можно эффектно развести огонь, удивив, к примеру, своих ребятишек. Понадобится несколько капель антифриза и марганцовка. Сминая кусок газеты, затем насыпая немного марганцовки. Теперь я добавлю буквально пару капель антифриза. Ну а теперь давайте посмотрим, что произойдет. Я не буду ускорять видео, процесс идет в реальном времени. Итак, друзья, идет химическая реакция и наша смесь самовоспламеняется. Также огонь можно получить, если вместо антифриза использовать глицерин из аптеки. Вот такой, друзья, классный способ получения огня. Идем далее. Наверняка у каждого дома есть полисорб, который мы принимаем при отравлении. Но сейчас я покажу, как его можно использовать немного в другом направлении. Мне понадобится емкость, насыпая в нее некоторое количество полисорба. Также понадобится любой нейтрализатор ржавчины. Добавляю его к полисорбу и хорошенечко перемешиваю. При необходимости подсыпаем еще. Должна получиться вот такая вот паста. Она достаточно густая, никуда не течет и держится на палочке очень хорошо. А нужна она для удаления ржавчины, к примеру, на вертикальных поверхностях. Там, где жидкий нейтрализатор стечет и высохнет за несколько минут, эта паста будет работать долгое время и останется на своем месте. Что думаете, друзья? Обязательно делите свое мнение в комментариях. Еще один крутой совет. Для него понадобится самый обыкновенный аспирин из аптеки. Есть у меня вот такой вот испачканный утюг. Как же его почистить за пару минут? Все очень просто. Включаете утюг, выставляете максимальную температуру, затем берем аспирин и просто стираем нагар, как карандаш ластиком. Периодически все протираем тряпочкой. Пара минут и утюг вновь чистый. Друзья, обязательно делите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Делитесь видео с друзьями, чтобы они тоже знали эти прикольные советы. Напишите, какой из советов понравился вам больше всех. Поддержите лайком, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.